Привет, ребята! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Эден, кто меня не знает, привет! И впервые, когда я начала снимать видео, я знала точно, что не буду никогда снимать видео о политике. Но сегодняшнее видео будет не о политике, а о человечестве. Может быть, вы уже знаете, что происходит сегодня в Израиле, но я знаю, что есть много спекуляций, есть много неправды, есть много непониманий, и есть люди, что об этом вообще не знают. Только что мне очень важно вам об этом рассказать. Если вас это интересует, то продолжайте смотреть. Это не секрет, что реальность в Израиле — это уникальная реальность, которой нет, я думаю, ни в какой другой стране. Мы очень маленькая страна, мы очень молодая страна, вокруг нас очень много врагов. И мне важно вам сказать, что я, как человек, ненавижу насилие, и ненавижу войну, и ненавижу этой физической силы. Я знаю также, что в второй стороне там не только наши враги, там люди, как и я, которые хотят жить в дружбе. Но у них в стране не демократия, как в Израиле и многих других странах, у них в стране диктатура, и они не могут выявить своё мнение, и их лидеры — они те, кто делает эти решения. Для меня впервые, когда вижу человек, передо мной человек, и ничего другое, не его религия и не его профессия. Вы, наверное, знаете, что эти терроретические, я не знаю, как говорит это слово, терроретические организации, они не угрожают только Израилю, они угрожают всему миру. Да, в Израиле реальность другая. Но это не так, как вы думаете, мы не живём в страхе, и мы не боимся выйти на улицы, мы живём своей жизнью. Те мальчики, которые идут на военные войска, то они не всегда возвращаются домой. И это реальность в Израиле, это не секрет. Но мы делаем всё, чтобы жить в тишине, чтобы у нас был мир в стране, чтобы мы могли жить как надо. Есть такие, что говорят, что в Израиле права неравны, и что арабы получают другие права, чем евреи, и это неправда. Мы знаем, что во всех этих арабских странах, которые окружают Израиль, диктатура в стране. В Израиле демократия. Только в Израиле тот же самый человек, который жил в арабской стране. И лидеры у него тираны. В Израиле он может сказать своё мнение, он может делать всё, что он хочет. И более того, я вам скажу, что все эти террористы, которые кидают на нас бомбами, убивают наших людей, солдатов и невинных людей. Если мы поймали их и арестовали их, у нас нету смертной казни. Даже если этот человек убил 20 израильтян невинных, у него кровь на руках, у нас нету казни. Если мы его арестовали и посадили в нашу тюрьму, он сидит в этой тюрьме. У него есть телевизор, он может пойти и сделать первую степень в университете. Где вы слышали, в какой стране вы слышали, чтобы террористам давали делать первую степень и даже вторую, или докторат, не знаю. Всё, что они хотят. У нас есть открытый университет, там, где люди израильтяне могут учиться, учиться, так же, как в обычном университете, но это другой университет, потому что там ты учишься из дома. Всё по компьютерам, по книжкам, и ты не должен ходить в университет каждый день. И это хорошо для тех людей, которые не могут сидеть на побе много, и это хорошо для тех людей, которые заняты и должны работать, или у них дети, и они хотят сделать один курс тут, два курса тут, они сразу шесть в одном семестре. Но это стоит деньги, это стоит 1500 шекелей на курс. 1500 шекелей на курс, прибавьте к этому ноль, и вы сделаете это рубли. Ну, скажем, 500 долларов, окей, 500 долларов на курс, но этот террорист, которого мы арестовали и посадили в нашу тюрьму, он делает это бесплатно. И к тому же, конечно же, когда Израиль хочет достигнуть какой-то тишины, когда на нас кидают с ракетами, или Хамас что-то просит от нас, они просят от нас этих террористов с кровью на руками, которые сделали на мой счет свою степень в университете, их отпускаем на волю. Иногда он просидел только год, иногда два года. Это случилось, я думаю, два года уже прошло, когда, если вы слышали, Гилад Шалит, он сидел в спину несколько лет, и мы пытались его найти и освободить. Они попросили нас, чтобы, если мы хотим Гилад Шалита на волю, мы должны отпустить 1027 террористов с кровью на руках. И мы это сделали. Израиль сделает все, чтобы защитить израильских жителей. Он никогда их не кинет. В общем, мы отпустили этих террористов, конечно же. И что вы думаете? Они пошли домой или на пляж, или взяли своих жен и поехали в отпуск, и оставили нас в покое? Нет, конечно же нет. Те же террористы возвращаются и снова хотят сделать террор в Израиле, и снова, и снова, и снова, и снова. У нас гуманитарная армия, и когда Хамас шлет нам ракеты, он хочет нас убить. Он шлет ракеты в садике, конечно же, он точно не знает, где это находится, но у него есть свои слухи, и он шлет это в садике, и шлет это в школы, и в больницы. И он пытается убить как можно больше жителей. И мы в ответ, наша армия, конечно же, мы не хотим убивать жителей в секторе Газии. Поверьте мне, мне жалко тех жителей, потому что кто их убивает, не наша армия, а Хамас их убивает, потому что Хамас держит свои оружия под больницами, в садиках, в школах. Он запускает ракеты из салона жилого дома. Он сам убивает своих детей и людей. Он прачивается за старичками и за детьми, бедными детьми. Мы в ответ на террор разрушаем им дома, окей? Такой-такой-то террорист, который там убил кого-то там, который выпускает там ракеты, допустим, на нас. Мы знаем, где он живет, потому что у нас очень хорошая военная разведка, и мы звоним им домой и говорим, привет, через несколько там минут мы разрушим ваш дом, пожалуйста, выходите из дома. После этого мы делаем такую вещь, которая называется «постучи по крыше». Это такая бомба, но это не бомба, которая разрушает дом, это бомба, которая, правда, реально стучит по крыше. Это такое предупреждение. И минута после этого мы шлем настоящую бомбу, которая разрушает этот дом. Вы понимаете, мы не хотим убивать жителей, мы хотим разрушить дом, наказать этого террориста. Он не может убивать наших невинных жителей. Десять лет подряд уже в городе по имени Сдерот, он находится на юге страны, недалеко от Бершевик, где живет моя мама. Десять лет подряд их бомбят. Среднее количество бомб, которые они кидают на этот город в день, это три с половиной. Приехала в Израиль в одиннадцать лет, и я не была во всех войнах Израиля. Но когда мне было семнадцать лет, 2006 год, это была вторая Ливанская война. Я помню это, я еще не пошла в армию, мы только закончили школу. И мой родственник, у которого есть семья, он служил, конечно же, в армии. И в этой войне резервисты, я думаю, это имя, когда ты заканчиваешь армию. И потом, когда армия в тебе нуждается, она зовет тебя на несколько дней, там две недели, месяц, смотря, что творится в стране. И я помню это, что были бомбы, это было из Ливана, так что это была Хизбалла. И они стреляли катюшками в север страны. И я помню, что мой дядя ушел в резерву. И это было страшно, потому что люди погибали, и это было страшно. Но я еще не знала, что это правда значит. Но год после этого я пошла в армию. И бомбы стали кидаться не только в Сдырод, а еще в Бершеву, еще в Ашкелон, Ашдод и другие города, которые находятся рядом с сектором Газы. И я была еще в армии, я должна была уже закончить армию, я почти пришла в конец. И вы знаете, что когда... Если вы хотите, кстати, смотреть видео про армию в Израиле, вы можете нажать где-то там на экране, я вам поставлю и посмотреть две части. Перед тем, как ты заканчиваешь армию, у тебя есть немножко отдыха, который ты собираешь на протяжении года. И ты можешь в конце армии собрать где-то две недели, если ты обычный служащий, если ты военный, то даже месяц, месяц с половиной. И у меня было почти три недели отдыха, но вдруг началась операция «Литой свинец» в Израиле, и меня позвали, потому что я им нужна была в армии, и я не вышла на отдых. И я служила почти до моего последнего дня в армии. И это был тот момент, когда я поняла, что такое, когда на тебя кидают бомбами, потому что когда мы знаем, что на нас скоро упадет бомба из сектора газа, то у нас есть сирена. И если ты живешь в Дороте, у тебя есть 10 секунд зайти в бомбоубежище. Если ты живешь в Бершеве, у тебя есть 15 минут, я думаю, или может полминуты, извините, я не так уж подготовлена к этому видео. В то время бомбы не доходили до Тель-Авива никогда. Мои друзья в то время еще служили в армии, и они были в военных войсках. Они зашли пешком в газу, в сектор газу. Мне было так страшно, я каждую ночь боялась, что что-то случится. И каждое утро, когда я вставала, всегда были новости на телевизоре. Вряд, допустим, солдаты такой-такой-то части армии получили ушиб, или погибли, или ранены. И видела часть, где мой друг находится. Я сразу звонила на его телефон, потому что я знала, когда они заходят в сектор газу, они не берут с собой телефон. Если он бы был ранен, то бы он был в больнице, и телефон был бы на нем. Я звонила и хотела, чтобы никто мне не ответил, и никто мне не отвечал, и все было со мной в порядке. Следующая операция, она была в 2019 году, и я не нашла в интернете, как она называется на русском. Но, наверное, она называется Амуданан. И в этой операции уже Хамас научился стрелять дальше, чем Биршева и все эти города, которые вокруг нас. Он стрелял впервые в Тель-Авив. Тель-Авив находится на расстоянии 60 километров от Газы. 12 июня, в этом году, у нас похитили три мальчика. Невинные мальчики, которые никому ничего плохого не сделали. Они похитили их. И один из мальчиков, он даже успел позвонить в полицию, он сказал, меня похитили. И он не выключил телефон. И слышали, и на фоне слышали, как арабы веселятся, как эти арабы, которые их похитили, веселятся. И говорят, и поют песни, мы принесли трех, мы принесли трех. Они так были счастливы, что они принесли трех мальчиков, похитили трех мальчиков. В общем, мы искали этих мальчиков, и мы долго их не нашли. Мы думали, что они живы. В конце концов, мы нашли этих мальчиков, когда они были мертвы, их убили в тот же момент, как и похитили. И это был очень грустный день для Израиля. Мы все были грустные. В такие моменты весь Израиль чувствует себя единым, как будто бы вместе. И мы, можно сказать, обнимаем друг друга. Они начали бомбить Бершеву. И весь юг страны очень много бомбили, бомбили, бомбили. Если вы не знаете, то моя мама живет в Бершеве, моя бабушка и дедушка, и двородные братья. И они бомбили Бершеву пять раз в день, семь раз в день, сирены. Денькие дети слышат сирену, и надо им объяснить, почему нас бомбят, что случилось. И что надо делать, чтобы остаться в живых. Но у нас есть что-то, что называется железный купол. Этот железный купол, начали думать о нем в 2005 году. Потому что я вам сказала, что с Диот уже более чем 10 лет бомбят. И поэтому мы думали, как мы можем сохранить этот город, чтобы люди не умирали, чтобы дома оставались целые. И только в 2009 году, если я не ошибаюсь, то этот купол начал работать. Что он делает? Он защищает нас от ракет. Если они нам шлют ракету, мы шлем ракету в эту ракету, и эта ракета разрывается, и она не падает на дома, она не падает... Конечно же, иногда ее осколки падают в жилые места, но это имеет 90% успеха. Это гениально. Правда, это гениально, и это спасло очень много людей в Израиле. Теперь наша операция называется Цук-Эйтан. И это самая страшная ситуация, которая была в последние годы в Израиле, потому что вся страна обстреляна бомбами. Очень жалко жителей сектора газа, так же, как мне жалко жителей моей страны, в Бершеве, где дети маленькие не могут спокойно пойти поиграть в парк. В течение 8 часов я должна была встать на экзамен. Но 3 минуты перед этим Хамас послал 4 ракеты в Тель-Авив в ту же секунду, и была сирена. Так что я проснулась, и Баррель мне сказал, нет, ты не пойдешь на экзамен, я тебя не отпущу. Но я не могла не пойти. Я очень хотела сделать этот экзамен, я не хотела оставаться дома, я не люблю танцевать по трубочке Хамаса, потому что это то, что они хотят сделать, чтобы мы оставались дома, чтобы мы не жили свою жизнь, чтобы мы боялись. Но я не боюсь, и никто нас не стерет с этой земли. Мне люди говорят, но это не ваша страна, вы пришли и забрали эту страну у арабов. Нет, это наша страна, это всегда была наша страна. Из этой страны нас всегда выгоняли. И теперь мы тут, в этой стране. Если понадобилось, чтобы убили 6 миллионов евреев, чтобы мы вернули себе эту землю, то так и быть, это то, что понадобилось. У нас не было страны, и поэтому нас убивали. Сегодня никто мне не может повредить. Сегодня у меня есть страна, и у меня есть армия. Я сильная, которая не даст, чтобы мне ничего случилось. Так что мы хотим жить тут мирно. Но если арабы будут лидерами этой страны, то эта страна будет в диктатуре. Мы не дадим никому, чтобы страной завоевали люди, которые любят смерть, которые не дают ни единого права женщине, которые прячутся за своими детьми и шлют на нас ракеты. То мы не дадим, чтобы такие люди были лидеры в этой стране. Я думаю, что это все, что я хотела вам сказать на это видео. Мне было очень важно вам рассказать, что происходит в Израиле, потому что я тут живу. Я знаю то, что происходит. Поверьте мне, иностранная коммуникация даже не знает, что тут происходит. Несколько дней назад они показали сектор Газу и сказали, вот смотрите, это бедная израильтянка. Показали в Израиле разрушенный дом от бомб Хамаса и сказали, вот посмотрите, что Израиль делает несчастным арабам. Так что, поверьте мне, не слушайте много коммуникаций, потому что они сами не знают, какую чушь они говорят. Но я тут, чтобы рассказать вам всю правду. Спасибо, что вы меня смотрели и я желаю вам спокойной ночи. Большим акцентом на спокойную ночь. Пока.